Следующий вопрос. Ат-Талафу фи садхи-ль-масджид хауляль-каба? То есть, разрешено ли и узаконено ли делать Талаф на крыше запретной мечети вокруг Кабы? То есть, почему возникает вопрос? Потому что Каба ниже тебя. То есть, ты как бы делаешь Талаф уже не вокруг Кабы, а Талаф вокруг пространства, которое над Кабой. То есть, вокруг небесного пространства, которое над чем? Над Кабой. Такое разрешено или нет? Говорит Аксару Ахлиль-Ильм Аляль-Джаваз. Говорит, большинство ученых считает, что такой Талаф разрешен. То есть, даже если ты во время Талафа находишься выше Кабы. Но некоторые шафииты запретили это. Но нет у шафиитов никакого довода на запрет этого. Так же, как разрешено совершать намаз на месте, который выше Кабы, показали Киаджуду Талаф. Так же и разрешен Талаф на месте, который выше Кабы. То есть, если ты смотришь на ту местность, на которой ты живешь. Допустим, ты живешь за тысячу километров от Мекки. И смотришь по карте, твоя местность, допустим, две тысячи метров над уровнем моря. А Мекка, например, просто для примера. Допустим, тысячи метров над уровнем моря. То есть, ты на тысячу метров в реальности выше, чем Каба. Твой намаз засчитывается или нет? Или твой намаз не засчитывается, потому что совершаешь намаз на пространство, а не на саму Кабу? Засчитывается, так? Потому что, как мы говорили, помните этот вопрос? Когда разбирали вопрос относительно воробья, который сидит на ветке, вне харама, а дерево само в хараме. Помните, мы приводили это правило? То, что воздух в своих постановлениях следует за той частью земли, над которым он находится. То же самое здесь. То есть, воздух над Кабой берет постановление самой Кабы в вопросах поклонения. Значит, какое окончательное мнение в вопросе? То, что если делает человек талаф на крыше мечети Аль-Харам, так что он находится в своем талафе выше Кабы, то его талаф является каким? Действительным разрешенным. Следующий вопрос. Следующий вопрос.